Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня я хочу вам показать один из редких вариантов в дебюте Гамбит Кукуева под названием вариант Бахтиозина. Но вариант ходовой, в нем есть возможность выиграть за черных. Значит, дебют Гамбит Кукуева возникает после ходов в CD4 и FG5. Белые ставят так называемый тычок. Побили, 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 побили. Жертвуем шашку и нападаем сразу же на 2 ходом CB6. Правильно отдавать за белых шашку ходом CD6, все остальное хуже. Ну и вариант Бахтиозина здесь возникает после ходов HG3, CB4, GF4, BA3. Допустим, FE3, но обычно все BC3 играют вместо FE3. И допустим, на ход BA5, вот здесь тоже все играют BC3, хотя есть гораздо более сильный ход. GF2. Но мы его рассмотрим в конце. Все обычно играют BC3. Любители, ну даже кандидаты в мастера, мастера, да, обычно все так играют. Значит, тут играем AB6. Ну и на ход GF2 меняемся вперед. То есть, в гамбите Кукуева, вот подобный размен, он практически нигде не встречается. Да нигде не встречается он. То есть, это уникальный вариант. Здесь черные начинают окружать позицию белых. Играют на их отсталую шашку A1. Значит, далее игра CD4. Мы играем FG5. Связываем центр. И вот здесь, допустим, на ход FG3 меняемся назад. Нам нужны запасные темпы. За счет этого размена у нас есть запасные темпы. Здесь, в этой позиции, есть два хода. GH4 правильно играть. А AB2 уже плохо. Значит, рассмотрим сперва ход GH4. Меняемся FE7. Ну, и вот здесь мне неоднократно удавалось выиграть моих менее искушенных соперников. Даже на чемпионате России. Вот в таком варианте. Все играют AB2. Развивают отсталую шашку. Ход логичный на самом деле. Но вот как часто бывает, когда соперник играет криво, надо тоже играть криво. Поэтому логичный ход здесь практически проигрывает. Играем D7. На ход BC3 играем EF6. И на CD4 CD6. Сковали полностью центр белых. Но здесь еще ничья есть. На ход EF2 играем B7. И белым для достижения ничьей правильно играть только DE5. DE5. То есть надо жертвовать шашку. Видите? Ставить дамку. Но здесь у черных как минимум лишняя шашка. Перспективный эндшпиль. Ну, шансы небольшие на выигрыш все-таки есть. Но хотя, строго говоря, конечно, позиция ничейная. Мастера спорта здесь уже вы не победите никогда. Любителей вполне можно выиграть, запутать в цикноте. Если же белые не находят вот этот ход DE5. Его найти, кстати, довольно-таки тяжело. Играют либо DC3, либо FG3. Тут без разницы на самом деле. Все сводится к одному варианту. Мы не нападаем никогда, а мы наоборот сохраняем вот эту связку, так как у белых переразвитие. Здесь мы как раз выигрываем за счет переразвития белых. Просто получается, вроде бы белые нас связали, да? Но на самом деле мы связали белых. У них ходы заканчиваются раньше. То есть на единственный ход DC3 меняемся. DC5. Ну и здесь есть два варианта. Значит, на CD4 уже CD6. Ходить некуда белым. Остается играть CD2. Здесь надо знать точный ход. Подумайте, как бы вы сыграли в этой позиции. Правильно, конечно, играть CB6. CD6 ведет лишь к ничей. Это ошибка. Белые жертвуют шашку. И играют сюда. Ну, здесь надо тоже жертвовать шашку. Пусть им сюда играть. Здесь позиция, строго говоря, ничейная. Можно, например, так разменяться. Ничья. Тут выигрыша нет. Значит, в этой позиции, конечно, правильно играть CB6. CD6 это ничья. Показываю красный. CB6. Значит, у белых теперь два ответа. Либо жертвовать шашку, либо играть CD4. После хода CD4 идем в дамки. Ну, и, допустим, на ход АБ2. А куда еще прикажете играть? Ставим дамку на А1. У белых единственный ход F5. Ну, и здесь красиво выигрываем. Играем G4. У белых два варианта боя. Если они бьют две, тогда отдаем еще одну шашку и забираем сразу же 4. Красиво так. Оп, оп. 4 забрали. Значит, если белые в этой позиции бьют одну назад, можно, конечно, просто BC5 выиграть. Можно выиграть красиво. Отдаем одну шашку, еще одну и снимаем сразу же 5. Раз, два, три, четыре, пять. Неплохо, да? Я думаю, ваш соперник будет очень удивлен, если вы его так выиграете. Значит, если в этой позиции вместо CD4 белые жертвуют шашку, играют DC3. Здесь, на самом деле, выигрыш довольно-таки сложный. Все сводится к окончанию проводка шашки C1. Одно из самых сложных окончаний русских шашек. Значит, играем B5. CD4, CB4. Белые пытаются отыгрывать шашку. У них это получается. Ну, здесь мы выигрываем. Идем в дамки. У белых есть еще ловушка. Они играют EF4. Значит, в чем суть ловушки? Если, кажется, ну, без разницы на A1, C1 ставить. Но тут огромная разница. A1 выигрывает, а C1 лишь ничья. После постановки дамки на поле C1 у белых есть стандартный прием уравнения. Можете поставить видео на паузу, попытаться найти ничью за белых. Здесь спасает четкий ход FG5. Такая неожиданная жертва. И видите, мы построили себе ворота. Заходим в эти ворота, и выигрыша у черных уже нет. Можно, конечно, пожертвовать дамку. Там, допустим, FE3, HG5, ED4. Белые всюду успевают в дамки. У нас не хватает буквально одного темпа для выигрыша. Видите? И белые успели занять шестую горизонталь, шестой этаж, и это только ничья. Вот такая ловушка. Поэтому на C1 ставить нельзя. Надо ставить дамку именно на A1. Ну, теперь все сводится к окончанию проводка шашки D1. C1. D5. AB4. FG5. GH. Так. B3. GH6. Вводим дамку на C3. Белые отдают шашку. Бьем до конца. DC7. Проводим вторую шашку в дамке. Получилась проводка шашки C1. Ну, в данном случае шашки F8. Кто не знает, как тут выигрывать, это окончание выигранное. Подсказку оставлю в верхнем правом углу. Посмотрите, поучитесь. Это окончание важное. Можно сказать, гроссмейстерское. Но должен знать каждый уважающий себя шашист. Посмотрели. Вот на такие варианты обычно мне удавалось ловить своих соперников. Я, наверное, за всю жизнь партии 50 выиграл в этом варианте. Конечно, вот в этой позиции, вместо хода АБ2 напрашивающегося, правильно играть ДЦ3. То есть, после хода ДЕ7 белая игра СД4. Вот здесь, кстати, есть два варианта. Правильно играть Е6. А вот ЕД6 очень красиво выигрывает. Это вариант анализ мастера Чернопищука. ЕД6 очень красиво выигрывает. Не могу не показать данный вариант из-за своей красоты. ЕФ2, СБ6. ФЖ3. Грозят напасть на шашку. Надо нападать. Белые меняются. Ну и тут два варианта есть. После хода БЦ7 все заканчивается техничной комбинацией со стороны белых. ЖФ2, ДЦ5, ДЕ5, СБ4. Белые строят колоночку. Грозят. Надо играть БЦ5. И на ход ЖХ4 у нас единственный ход. СБ6. Кажется, что белым некуда ходить. На любой ход, видите, грозит. Ну или АЖ5, или ЕФ6. Грозит БЦ3. И черные даже побеждают. Но здесь, на самом деле, конечно, побеждают белые с помощью комбинации. ЕД6. СД2. Отдали 4 шашки и забрали тоже 4. С красивым выигрышем. Вот это анализ московского мастера, по-моему, Анатолия Черно-Пищука. Значит, и второй вариант еще раз. Значит, ЕД6 в этой позиции проигрывает. ЕФ2, СБ6. ФЖ3, ЖХ4. АБ2 поменялись. Мы рассмотрели здесь ход БЦ7. Давайте теперь рассмотрим ход ДЦ5. Здесь еще все более красиво. Значит, играем ДЕ5. Б5. ЕФ6. Белые прорваются в дамки, но черные тоже грозят прорваться в дамки. То есть неминуемо. И здесь выигрывает очень неожиданный прием. Под названием запирание. Отдаем шашку, пропускаем черных дамки и щедро отдаем свою дамку. Аттракцион невиданной щедрости. И белые красиво побеждают. Ну, допустим, ФЕ5, БЦ7. ЕФ6, СД6, ЖФ2. Надо жертвовать шашку. Лучшего не видно. Ну, и допустим, ДЦ5, ХЖ5. Здесь тоже красивый элемент. СБ4, ЖФ6. На БЦ3 играем ФЕ3. То есть грозили подорвать пункт С1 и поставить дамку. Поэтому ФЕ3 играть необходимо. Черные заходят в ворота, но мы жертвуем шашку. И здесь важно поставить дамку именно на поле ФОСМ. В чем идея? Если сюда, то еще и эту шашку запрем с выигрышем. Но если черные играют на Е3, более сильный вариант, здесь выигрывают неожиданный ход. СД2. То есть если не знаешь вот эту позицию заранее, тут выигрыш никогда не найдешь. Просто запираем дамку и две шашки черных с выигрышем. На единственный ход. Рубим до конца. И красиво побеждаем. Вот такая красота. Поэтому еще раз вот в этой позиции. АБ2 плохо играть. Да, мы разобрали правильно играть ДЦ3. Здесь ДЕ7, СД4. И вот ЕД6 тоже разобрали. Этот ход проигрывает. Надо правильно играть ЕФ6. Вот здесь ничья у черных есть. На ход ФЕ5 играем СД6. И у белых два варианта. На счастье они бьют на Ж7. Здесь ничья довольно-таки простая. Допустим, ЕФ2, ФЖ7, ФЖ3. Можно напасть. Можно напасть Ж4. Можно сыграть БЦ7. Без разницы. Допустим, напали. Отошли на АШ4. Важный момент. На АШ6 не надо уходить. Надо именно на АШ4 уходить. Ну и на ход АБ2 играем. Допустим... Так. У меня неправильно записано. На ход АБ2 играем ЖФ6. Ну и на ход БЦ3 играем СБ6. Белым приходится нападать. Тогда проводим удар пяткой. Размен 2 на 2 проводим. Ну и здесь позиция ничейная. Допустим, ДЕ5. ДЕ7. СД4. Уйдем в дамки по бортику. Здесь у белых выигрыша нет. Нападают. Отходим. За счет связки надо играть СБ6. Единственный ход. Ну и здесь смело жертвуем шашку. Первую. Вторую. Ну и ничья. Понятно. Значит, вот еще раз. В этой позиции ЕФ6 надо правильно. ЕД6 проигрывает. Белые нападают. И играем СД6. В эту сторону разобрали вариант. Разберем в эту сторону. Вот здесь хочу показать шлиф. Гроссмейстера Антона Беликова. Из города Орск. Оренбургской области. Кстати, целая чета. Спасибо Аркадию Беликову. Это глава семейства. Отец. Он вырастил сразу же троих сыновей, которые играют в шашки. Помимо него. То есть целая шашечная семья. Отец и три сына играют в шашки. Больше таких семейств в России. Да и в мире, я думаю, нет. Причем старший сын, по-моему, Гроссмейстер. Отец мастер сильный. И, по-моему, два кандидата в мастера остальные сыновья. Может быть, уже кто-то мастера выполнил. Если кто знает, напишите, пожалуйста. Еф2. Здесь играть. Де5 проигрывает. Красным отмечу. Де5 нельзя. Единственный ход же H4. На ход Еф4. Здесь, кажется, у черных дела плохие. Но спасает жертву. HG5. Такая стандартная штука. И... Де5. После ДЦ5 там особого преимущества у белых нет. Партия быстро заканчивается ничей. А вот как раз рассмотрим ход Антона Беликова. Гроссмейстера. Значит, АЖ7. Ну, естественно, бьем на С3. Надо прорываться. Черные уже без двух шашек. Но все-таки могут достигнуть ничьи. Она тут тяжелейшая. ЕД6. Ставим дамку. Приходится отходить. И сразу же ведем шашку в дамки. Вот где-то вот в этом варианте я, кстати, Антону Беликову проиграл. Точный вариант сейчас уже не помню. Но вот Антон меня как-то вот примерно так давил. Я тут с помощью программы нашел самый сильный вариант. Вот как раз показываю, как надо давить белыми и защищаться черными. ДЦ7, GH2. Ставим дамку. Допустим, черные тоже ставят дамку. Но здесь без разницы. Можно разменяться. Можно отойти. ЕФ4. Ну, наверное, даже лучше разменяться. Ну, допустим, отошли. Черные пусть разменялись. Тут без разницы, мне кажется. Ну, наверное, да, лучше было с белым разменяться. Все свелось в позиции Цирика. Вот эта позиция была проанализирована гроссмейстером Зиновием Цириком. Она ничейная, но здесь очень тяжелая защита. Белые атакуют. Видите, черные отсекли белых по косяку, поэтому надо их отсюда выкурить. Здесь спасает только ход на Д8. И вот здесь у белых есть очень сильный ход. Дамкой на Ц3. Значит, в чем идея? Если сыграть дамкой на А5, так, это ход проигрывает. И на Б6 тоже проигрывает. Ну, давайте рассмотрим хотя бы ход дамкой на Б6. Это уже проигрыш. Смотрите. Играем АБ4. Грозим поймать дамку черных петлевых. То есть, приходится уходить вниз. Тогда белые вытесняют черных с двойника. Вот таким образом. Видите? У них есть запасной ход шашкой на А5. То есть, куда бы черные не пошли, белые вытесняют их с двойника. И свободные идут в дамки. То есть, эта шашка проходит дамкой. Затем эту шашку переводят на большую дорогу. Проводят третью шашку в дамке. И побеждают с помощью треугольника Петрова. Вот, запомните. Такой несложный выигрыш. А где же ничья, спросите вы? То есть, вот в этой позиции, после того, как белые сыграли дамкой на Ц3, надо играть по косяку верхнего. Либо на А4, либо на Ж5. В чем идея? У белых, значит, есть два хода. Ну, АБ4 быстро приводит к ничее. Просто нападаем. Приходится уходить. Ставим дамку на Ц5. И вот здесь белым уже не удается выкурить черных. Когда белые занимают срединные поля, мы тоже занимаем срединные. Когда белые занимают бортовое поле, мы занимаем соседнее бортовое поле. Рано или поздно белым приходится сдвигать шашку А1. То есть, видите, она надежно держала большую дорогу. Тогда мы нападаем на эту шашку. И за счет владения большой дорогой добиваемся ничьей. Вот такая простая ничья. То есть, здесь, по идее, кроме хода АБ4, лучше, наверное, уйти обратно на Е1. И черные повторяют позицию. Ну, и здесь можно, в принципе, свести к позиции с орденаза белых. Сильнейший вариант тоже покажу. Допустим, АБ2. Нападаем. Белые закрываются. Уходим на Д8. Здесь играем СД4. Черные опять обрезают по косяку. Снова их вытесняем с косяка. Вот таким образом. И снова черные уходят на Д8. То есть, хода БЦ3 нет из-за нападения на Ф6 и ничья. Приходится играть АБ4. Тогда здесь... Кстати, обратите внимание, снова ловушка. Надо играть только на Б6. На Ф6 ход проигрывает. Это 0. Белые просто закрываются. А как играть? То есть, грозит БЦ5 и выигрыш. А если, допустим, черные нападают, здесь просто закрываются белые и ничьей нет. То есть, на любой ход они повели третью шашку, вторую шашку в дамки. То есть, проводят свободно их. Снова строят треугольник Петрова и побеждают. То есть, тут опять ловушка АБ4. То есть, здесь нельзя нападать на Ф6, отмечу красным. А правильно играть на Б6, отсекать по двойнику. Теперь, чтобы черных вытеснить с двойника, белые играют, допустим, БЦ3. Ну, этот ход необходим, чтобы занять двойник. Ну, допустим, черные оборонятся по двойнику. Здесь правильно играть на Б6. И когда белые занимают бортовое поле, мы связываем шашки. Видите, не пошевелиться. Ну, и все сводится к позиции Саргина. На G1, допустим, на D8. На D4. Допустим, ушли опять на А5, связали. На F2, на D8. И белые подстроились под сильнейшую позицию. Играют БЦ5. Ну, здесь есть три хода. ДЕ7, значит, проигрывает из-за петли. Хочется напасть, но нельзя. Петля, проигрыш. Бам-бам, проиграли. Ну, естественно, на А5 нельзя из-за ловли в один ход. Правильно, вот чтобы в петлю не попасть, надо разрушить ее. Напасть с поля H4. Ну, если белые отойдут сюда, мы просто нападаем сзади и эту шашку отъедаем. Это ничья. Либо уходить на Е3, либо нажать на G1. Тут без разницы. Все ведет к тому же. Значит, вот сейчас здесь ловушка. Снова, значит, нельзя нападать с поля F6. Белые закрываются. И на второе нападение снова закрываются. Видите, шашки пошли. Ушли до D8, допустим. Пошли шашки. И нападение, и заход в любки ничего не дает. Белые просто нас ловят и легко выигрывают. Смотрите. Поэтому еще раз вот в этой позиции, смотрите, Bc5. Вот эту позицию запомните. Нападаем с поля H4, разрушаем петлю. Затем разъединяем вот эти шашки. Видите, вместе они сила. Сюда отходить нельзя, потому что я займу большую дорогу ничья. Приходится играть на B6. Сейчас ставим заслончик для шашки C3. Нападаем. И видите, собственная дамка сейчас мешает со своей шашки. Дамка стала предателем. Ну и тут легко достигаем ничьей. Напал. Напал. И ничья. Отъедаем шашку C3. Достигаем ничьей. Вот такая сложнейшая ничья у меня была в партии против гроссмейстера Антона Беликова. Я ее не нашел. У меня был циклот. Но тем не менее она была. Вот я показал сильнейшее давление в этом варианте за белых. Это шлиф. Гроссмейстера Антона Беликова. Давайте еще раз вернемся к начальной позиции. Значит, вариант Бахтиозина возникает после вот этих ходов. Напали. Отдали. Допустим, сюда, сюда. Сюда. ФЕ3, БА5. БЦ3 все играют. Ну, уже Ф2 сильнее. Мы в самом конце рассмотрим. Значит, АБ6, ЖФ2, ЖФ6. Вот он вариант Бахтиозина. Собственной персоной. Значит, мы рассмотрели ход. Ход ЦД4, ФГ5. ФГ3, размен назад. Значит, мы посмотрели, что ход ЖФ4 здесь правильно играть. И черным надо меняться. Значит, разобрали ход АБ2. Он проигрывает. Ход ДЦ3 ведет к большому преимуществу белых. Еще в этой позиции иногда белые играют АБ2 вместо ЖФ4. Вот это уже ошибка. Это уже ошибка. Играем ФЕ7. Ну, и здесь возможны два хода. После хода ЖФ4 у белых еще есть ничья. Играем ЕФ6. БЦ3 проигрывает снова. Отмечу красным. А к ничьей ведет здесь неожиданная жертва двойная. ФЕ5. Это единственный вариант на ничью. Здесь уже черные получают шансы на выигрыш. То есть сейчас хотят отъесть шашку и получить рожон. Надо жертвовать шашку. И меняться СД6. Ну, и здесь тоже еще у белых есть небольшое давление. Допустим, ДЕ3, ДЕ5. ЕФ4. В одной из блиц партий, даже не блиц партий, а партий в пулю, бразильской шашке, я тут умудрился проиграть. То есть в цветной тем не захотелось сыграть ДЕ7, а этот ход проигрывает. ФЖ3. Ну, допустим, АЖ5. БЦ3, ЕД6. Здесь все сводится к одной позиции. Так. Ну, ЕФ6. ЕФ6. ЕД6. На ЕФ6 просто так выигрывают. Видите? Все сводится к окончанию проводки шашки С1. Так, 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 так. Так. Все. Эти шашки проходят дамки. И снова проводка С1. Я уже ссылочку кидал. Значит, ЕД6 в этой позиции вместо ЕФ6. Черный играет. Когда белые нападают, ЖФ4, приходится отходить. Белые связали шашки черных полностью по рукам и ногам. Видите? Ходить некуда. Ну, и здесь снова в любую сторону кидай шашку. Все сводится к окончанию проводка шашки С1. То есть, окончание, видите, как очень важно и часто встречается в игре. Поэтому его важно знать. Правильно, конечно, в этой позиции вместо ДЕ7, отмечу красным, играть просто HG5. И вот здесь легко запомнить ничью. На любой ход идем на поле А5. Просто по бортику прорываемся. И вот здесь уже выигрыша. Убилок нет. CB6, B5. Допустим, DC5. Напали разок. Вытеснили в центр. Снова напали. Надо уходить. Ну и все. Пошли в дамки. На любое поле поставили дамку. Ничья. Правильно, конечно, вот так ничью делать. Ход GH4 разобрали. Здесь еще есть ничья. То есть, вот, по идее, ход АБ2, он уже слабенький. Правильно, конечно, в этой позиции играть было GH4 с преимуществом. АБ2 слабенький. Тогда играем F7. Вот, GH4 еще ведет к ничьей с двойной жертвой. А БЦ3 уже проигрывает. Значит, играем здесь ЕF6. Ну и все сводится к позиции со связкой снова. CD4, CD6. GH4, DC7. То есть, ЕF2 уже нету из-за ДЕ5. Приходится играть ДЦ3. Играем ЦБ6. Ну и на ход ЕД2. Здесь простой выигрыш. В учебниках почему-то указывается ход БЦ7. У меня, кстати, моя ученица Лариса. Я хочу ей показать ее партию. За черных она играла. Она тоже сыграла БЦ7. Это, ну все-таки, это неточность. Ну такая грубая. Да, тут у белых еще есть сопротивление. Проще всего играть, конечно, БЦ7. БЦ5 вообще плохо играть за черных. БЦ5, потому что, БЦ5 плохо, потому что жертва идет. CD4 и потом белые нападают. У нас здесь позиция даже хуже. По-моему, ничья еще есть за черных. Вот так играть плохо. Правильно, конечно, играть БЦ7. Допустим, белая жертвует шашку. Игра ДЦ3. Ну и здесь простой выигрыш. Меняемся назад. Ну так играть бесполезно. Мы тоже шашку на А5 ведем. Легко выигрываем. Поэтому приходится играть ЦБ4. Здесь АБ6. И на ход БА5. Ну мы грозили сами напасть. Играем БЦ5. Остается играть ЦБ2. Здесь проводим ударчик. Жертвуем шашку. Вот такой стандартный прием. Жертвы. Ну и легко прорываемся в дамки. Белым остается только сдаться. А в партии как раз моя ученица Лариса сделала неточность БЦ7. Вот здесь у белых еще есть сопротивление. Они жертвуют шашку. И играют ДЦ3. Черные меняются. ФЕ5. Это единственный ход, ведущий к выигрышу. В чем идея? Кажется, что белые даже побеждают. Ведь комбинация. Но тут опытные игроки видят, что дамка тут же ловится. И у черных сохраняется лишняя единица. Белым остается только сдаться. Поэтому хода ЕД4 нет. Приходится играть СД4. А здесь тогда играем СБ4. Ну допустим. СД2. БА5. Белые начинают наваливаться. На наш расслабленный фланг. У нас единственный ход СБ6. И на ход ДЕ5 надо меняться. БА3. Как бы форсаж пошел за обе стороны. Грозим прорваться в дамки. Надо играть ДЦ3. Ну допустим ДЦ7. И здесь белые играют ЕД4. Вот когда Лариса показала мне эту позицию. Я здесь долго думал. Кстати, тоже подумайте. Как бы вы сыграли в этой позиции за черных. Есть два хода. ЕД6. И жертва АБ4. Как бы вы сыграли. Я думал, что надо играть ЕД6. Но здесь белые легко достигают ничей. ЖФ6. ЦБ6. Напали. Отошли. ФЕ7. Ну и на нападение. ЦБ4. Белые добиваются вот такого ничей. Вот таким изящным приемом. Ставят дамку на Ф8. И идет удар. Как я называю? Удар Трампа. Отдаем две шашки. И забираем две. И как ни странно. Несмотря на две лишние шашки. У черных выигрыша нет. Но ход АБ2. Белые нападают. Отъедают шашку А7. Это ничья. Если же играть БЦ5. Белые занимают большую дорогу. Приходится отдавать шашку. Ну и снова ничья. Но вот в этой позиции. Видите, я ошибся. Я думал. ЕД6 надо играть. Это ничья. Моя ученица Лариса нашла очень техничный выигрыш. АБ4. Жертва. И просто идем в дамки. На ход ДЦ5 ставим дамку на поле А1. То есть сейчас же Ф6 играть бесполезно. Просто бьем на А8 с теми же идеями, которые я сейчас покажу. А на ход СБ6 выигрывает такая идея. Ставим дамку на Ф6. Пропускаем белых в дамки. Бьем. Белые бьют. Ловим дамку белых. Ну и на единственный ход. ФЕ5. Здесь выигрывает наша любимая вилка. Нападаем. Надо отходить. Жертвуем шашку. И вот она вилочка. Любимая. Вот это партия неизвестного шашиста против моей ученицы Ларисы 2023 года. Такой интересный анализ. Ну и последний вариант на сегодня рассмотрим. Мою партию против... Я играл черными против гроссмейстера Петра Чернышева. Очень сильный гроссмейстер. Честно говоря, у меня партия была выиграна. Но... Ладно, не буду спойлерить. Значит, снова Гамбит Кукуева. Вариант Бахтиозина уже нам знакомый. И вот в этой позиции вместо хода БЦ3 Белым лучше играть GF2. Именно так и играл Петр Чернышев. Значит, в чем идея? Если черный играет АБ6, у белых есть очень сильное продолжение. В этой позиции, по идее, правильно играть ФЕ7. Ну и на любой ход, допустим, БЦ3, меняться назад. Сводя партию к открытой системе Гамбита Кукуева, здесь позиция абсолютно равная. Абсолютно равная. Я же в этой позиции ошибся. Я сыграл АБ6. Я знал, что у белых вот в этой позиции, кроме хода БЦ3, да, и размена GF6, есть очень сильный выпад ЕД6. То есть нападать на шашку нельзя. Видите? Плохо. Если так, то так. Ну и приходится меняться. Здесь у белых большое преимущество. У черных, видите, разрыв по флангам. То есть так играть не хочется. Если с этой стороны нападать, тут еще хуже позиция. Опять они выигрывают шашку, приходится меняться. Тут видно, что плохие позиции возникают, как ни крути. Поэтому в партии... Это, кстати, шлиф нижегородских гроссмейстеров. Я вот этот шлиф еще узнал где-то в году, в 2002-м, от своего первого тренера Александра Ивановича Николаева. Вот он мне показывал. Это шлиф нижегородцев. Это их задумка. Не знаю, кто из них придумал, но шлиф нижегородских шашистов. Значит, здесь лучше всего играть БЦ5. Петр Чернышев давит. БЦ3, ЖФ6. Нападает. Я пытаюсь как-то немножко... Ну тут не окружение, конечно. Окружение не проходит. Отсталых шашек нету. Но один есть, она легко в центр идет. Ну, по крайней мере, как-то уравнять пытаюсь. Далее в партии было АБ2, ФЕ7, БЦ3, АЖ7, ФЖ3. Белые грозят связать наш левый фланг, поэтому лучше напасть. Так и было в партии. И белые здесь меняются вперед. Очень сильный ход. Я играю в ЖФ6, лучшего не видно. Ну и на ход ЖХ4 играют СБ6. Белые меняются и начинают наваливаться на мой ослабленный левый фланг. То есть идея какая? Тут прорваться в дамки, пожертвовать шашку и пройти в дамки с выигрышем. Здесь я сперва хотел играть БА7, но увидел в самый последний момент, что у белых уже выигрыш. Они жертвуют шашку и прорываются таким образом. То есть проходят дамки, отъедают эту шашку и легко выигрывают. В самый последний момент я решил пожертвовать шашку и напасть на нее. Здесь еще ничья есть, но надо грамотно овороняться. Так, Ж6 побили, ДЕ3, ЕД6, ЕФ4, СД4 и вот белые осуществляют свой замысел. Жертвуют шашку и прорываются по флангу. Сейчас уравнять позицию, особенно в цитноте, не так-то просто. Я до поры до времени действую грамотно. Жертвую шашку и пытаюсь прорываться тоже. Белые ставят дамку, отъедают шашку Д4. Вот в этой позиции я грубо ошибся. Подумайте, куда бы вы поставили дамку. На Ж1 или на Е1. Можете поставить видео на паузу. Правильно, конечно, ставить дамку на Е1. То есть, сейчас белым куда играть? Если они играют сюда, я отъедаю шашку таким образом и ничья. Если они, допустим, закрываются, я нападаю на шашку с этой стороны, приходится закрываться. Тогда играю на H2, ну и на ход ДЕ3. Белые немножко не успевают, я меняюсь и достигаю ничей. Вот такая ничья у меня была. Ну вот в этой позиции у меня осталось уже не более секунд. Я как сейчас помню, по-моему, у моего соперника играли с контролем времени 2 плюс 1, тоже командный чемпионат. На гамблере наши играли. Я играл за команду дамки нет. Значит, и вот здесь я ошибся. 10 секунд было, надо было ставить на Е1. Я поставил дамку на G1. Это уже проигрывает. Очень красивый маневр в стиле чемпиона СССР Василия Сокова. У него, кстати, подобный маневр тоже был в одной из партий. Белые ставят дамку на F6, ну и на любой ход ведут вторую шашку в дамке. Это выигрыш. Здесь я сопротивляюсь. Честно говоря, вот если бы я играл бы в личных соревнованиях, я бы уже тут сдался. То есть белые без труда проводят шашку вот таким образом. Черные здесь ничего сделать не могут. И, ну, по идее, выигрыш легкий. Но, друзья, я играл за свою команду, во-первых. Во-вторых, все-таки контроль времени это был блиц. То есть у моего соперника была где-то минута, у меня было лишь 10 секунд. И добавка 1 секунда. То есть какие-то шансы на ничью еще минимальные оставались. И я решил играть до конца. Играя B7, соперник начинает вести шашку. Играя на G1. Естественно, в эту сторону вести слабо, потому что здесь уже какие-то шансы на ничью будут. Надо вот провести вот таким образом. Ну и мой соперник легко с этой задачей справился. Гроссмейстер играет на A1, я просто бегаю. Значит, меня начинают вытеснять с двойника. Я бегаю. Ну, времени у меня было, я говорю, 10 секунд, плюс секунда на ход. На гамблере это как бы вообще минимальный контроль. Белые нападают, надо отходить. И играя D3. Я сопротивляюсь. Белые делают выжидательный ход. Все очень грамотно. Хочу отметить. Ну и на ход дамкой на B8 играя G2. Грозит поимка дамки. Поэтому здесь у меня единственный ход D7. Белые играют E4, я Cd6. Белые увидели, что у меня темпа нет. Нападают, темпа-то нет. И здесь у меня единственный ход Bc7. Вот в эту секунду мне, конечно, очень везет. У меня и моего соперника остается примерно 1 или 2 секунды и вот этой позиции Петр Чернышев роняет флаг. У него заканчивается время. Просто несказанно повезло. На самом деле у белых выигрыш был в один ход. Можете поставить видео на паузу и попытаться его найти. Белым достаточно было отдать дамку и шашку. Ну и они легко побеждали. Буквально секунды не хватило моему сопернику. Вот. Так что мне удалось даже победить. Кто-то скажет позорненькая победа, но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Я и такой победе рад. Тем более над гроссмейстером. Друзья, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддержать мое творчество. Все-таки сегодня два шлифа гроссмейстерских вам показал. Не забывайте поддержать мое творчество Лукасом и подпиской. До свидания и давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры создавал DimaTorzok